друзья всем привет это видео выходит у меня не запланировано на канале потому что обычно такие видеоролики не снимаю вот этот как провожу я вот эту подготовку к рыболовному сезону я никогда не снимаю потому что когда я покупаю новые приманки на предстоящий сезон я не знаю что от них ждать и будут ли они ловить поэтому такие ролики я обычно не записываю обычно после сезона составляют свой рейтинг и там уже самые рабочие модели но один из подписчиков александр мрачковский саня если смотришь привет он попросил диман сними обзор своих новинок своих покупок которые ты сделал сезону ну ладно по просьбе зрителей снимаю это видео поэтому друзья предлагаю переместиться в режим говорящие руки и продолжить обзор погнали к сезону друзья получилось из новинок у меня вот такая вот двусторонняя коробочка одна сторона у меня воблер чисто на щуку и вторая сторона как я уже до этого в роликах говорил хочу заняться ловлей ночного судака поэтому приобрел воблера которые именно ловят ночного судака ну давайте начнем со стороны на щуку и первый воблер который у меня не влез в ячейку из-за своей вот такой вот широкотелости это всеми известная новинка 2020 года это хамсин 105 от компании zip baits а 70 моделя все давно уже знают что она ловит всю рыбу жереха головля окуня щуку но мне кажется 105 хамсин почему-то не станет такой легендой но во первых из-за своего размера это уже как бы такой узко специализированный воблер на мой взгляд заточен именно на нашу щуку если судить по размеру вот взял я его в таком вот красивом цвете такая вот кислота почти классический матайгер называется цвет blue chart blue chart tiger как-то так вот рассчитываю я ловить им чисто щуку поэтому взял кислоту на мой взгляд кислота это та расцветка которая беспроигрышная для ловли щуки в глаза мне бросились сразу вот такие вот большие два тройника они очень острые и на них очень такая толстая проволока никакая щука их точно не разогнет ну конечно вот хотелось бы проволоку чуть тоньше потому что тонкие тройники они все-таки секунд рыбу значительно лучше ну посмотрим начнем сезон посмотрим как будет работать если все в порядке сходов не будет оставим вот эти вот хуки здесь ну все идем дальше друзья дальше у нас рейтинг свой своих новинок открывает вот такая вот новинка 20 тоже она года вроде как это вантен макс лб о это форма классического мегабасов антенна вижу на только увеличенная в длине и чуть за ужина она получается размер здесь 135 стоит вот эта вот система лб о не знаю мне вот из мегабасов очень нравится классический 110 вантенн vision у которого каналы именно состоят из шаров по дальности он меня вполне устраивает и по ловистости у меня все китайские копии даже самые дешевые которые были на мегабас 110 они все разловлены были то есть настолько удачная форма форма получилось у японцев у мегабаса что наша рыбка хорошо отзывается посмотрим как будет этот воблер себя вести но надежда вот на него большие в новом сезоне поглядим что дальше давайте пробежимся по мелководникам были раньше у меня всякие попперы проб дартер и но как-то отошел я от поверхностных приманок потому что ловил на глубинах в основном от полутора до трех метров а вот прошлый год когда вся щука стояла на мели около береговой бровь ки я что-то прям вот вот когда пора сдал все вот эти вот свои поверхностники у меня дефицит стал поверхностных приманок и мне в том году очень сильно не хватало вот именно таких вот пуперов каких-то там под поверхностников и вот я пару штук приобрел это юзури 65 легендарный поппер много отзывов в интернете принципе ловит тоже всю рыбу и жерех может попасться окуня его очень любит но естественно если будет стоять щука вблизи где будет будет булькать этот красавец она его тоже не пропустит также приобрел вот такого поверхностника это мне посоветовал один очень хороший человек зовут его слава слав если смотришь привет тебя огромный у него кстати тоже в такой же расцветки есть приобрел я его бы уж нам это тоже юзурик это хардкор surface хардкор 65 fk он тоже он не заглубляется практически идет под поверхностью приобрел я его за 250 рублей был уж нам поэтому как бы не критично так на бюджете не сильно отразилось приобретал я воблеры все вот к этому сезону в одном известном месте на одной известной барахолке так идем дальше давайте дальше наверное возьмем глубинный вот такой вот это да и вот т.д. супер крэнк он идет под 4 метра пришел он мне с японии чисто японский вот он без фурнитуры пока я его еще не оснастил для чего я его приобрел когда буду пробивать какие-то яма джигом или какие-то косы если рыба не будет реагировать на джиг я буду отставить чередовать потому что вот именно летом уже мной замечено неоднократно что щучка очень хорошо берет на кранке нравится ей вот этот высокочастотная игра кранковая приобрел вот такой воблерок пусть будет тоже там цена вопроса на 350 рублей был японский крэнк я считаю но это нормально так пойдем дальше дальше мне с японии пришел вот такой вот красавец у меня в том году работал по осени реализ 130 новинка в этом году я решил взять 120 но не спешку а именно f-ку он медленно всплывает тоже я пока фурнитуры не оснастил здесь кстати такие петли дырявые у него сразу глаза бросились но чем вот хороша компания дуа частности вот реалисты то что внутренняя камера у них отдельно от петлевой то есть где петли у них залитые каналы герметичные поэтому никогда не проникнет воблера дуа вода никаким образом и компания дуа вот из всех воблеров наверное вот у меня на втором месте стоит после компании о спи то есть для меня воблера в спи это эталон а на втором месте уже идет компания дуа тоже классные воблера классное качество ну они делаются в японии на одном заводе с компанией о спи поэтому там и расцветки у них бывает одинаковые в общем приобрел я вот в таком шпрот нам цвете причем цвет это это воблер тоже пришел мне чисто с японии цвет японский не масканеловский который такой весь переливается в блестках как битое стекло а это вот такой чисто бронза такая красивая оранжевое брюхо черная спина все по классике все как должно быть идем дальше дальше вот такой вот воблер это всеми известная 130 рудра но в этом году я решил попробовать взять версию успех 2 она медленно всплывающая и она тихая совершенно то есть внутри нету заглушены шары взял я ее для полного штиля когда вот выплываешь на воду не ветерка не волн ничего нету и рыба осторожная я вот решил именно для своей небольшой реки взять попробовать потому что судя по отзывам у некоторых вот именно бесшумная рудра такую погоду делает рыбалки не знаю я вот всегда делаю эксперименты и в моих условиях как-то воблеры которые шумные они перелавливают был у меня 110 орбит он ловил меньше чем инквизитор я в итоге остался у меня инквизитор и орбит как-то я приобретать не горю желанием звезд с неба на меня не хватал тому же ловил щуку не больше килограмм поэтому трудра тихая я думаю в этом году что-то она мне принесет так идем дальше дальше вот тоже японский рынок это да его т.д. минул 120 сп вообще воблер и да его у меня как-то в коробке так получилось что их не было никогда и вот в этом году я взял вот крэнк от да его и вот эту вот миножку вот да его т.д. минул тоже пока без фурнитура она тоже у меня бы уж не была за 650 рублей я ее приобрел считаю что как бы ну хорошая цена для японского воблера это нормальная цена так идем дальше 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 у нас будет интересный воблерок по отзывам который очень тоже нравится нашей щуки это т.д. минул 90 эвка одно время они пропадали с прилавков на них был такой ажат их не могли найти какая-то невероятная цена на них было но вот сейчас компания дуа опять возобновила их продажи и за 1200 1300 вы можете спокойных приобрести и ловить в свое удовольствие взял вот в таком цвете это вот мой любимый цвет натуралки битое стекло с оранжевым брюхом мне вот из натуралок такой цвет нравится на втором месте наш про придет из натурал так что будем ловить будем пробовать ну всеми уже известный ререндж 110 что о нем говорит ловит у меня оригинала никогда не было у меня были копии от беркинга от алблю от беркинга я неплохо в том году разловил цвет золота серебро двухсторонний такой но вот я к серёге по осени поехал на рыбалку и он мне да вот оригинальный но только в другом цвете он ловил на такой цвет а мне дал такой желтая спина белые бока и оранжевый брюхо ну ребята я вот могу сказать что по игре оригинальный он интереснее интересные копии он на микро микро рывочков прям на месте вот так на месте может елочку чертить и при этом покачиваться боками и вот вода была прозрачная мы ловили в ручье узкое место там было метра три наверное ширина и вот я видел как он стоял так вот около дна я заводил его буквально с микро рывочка и он на месте там вот так вот выписывал кренделечки такие и откуда-то вот сбоку вылетал щука и его просто жрала поэтому я решил все-таки разориться зимой вот на оригинал и цвет такой интересный мне понравился серёга мне советовал арбуз но мне что-то я не знаю мне просто арбуза сами по себе не нравится хотя по весне говорят арбуз очень хорошо стреляет ну решил я взять вот такого огненного тигра не знаю мне он больше нравится так но дальше у нас идут копии это копия от meredith я решил взять реалист сотку от компании meredith потому что в тот момент когда я брал у них были скидочные купоны и так получилось что этот воблер купоном не обошелся в районе 150 рублей вот ну он fk всплывающий я его буду наверное брать больше на береговые рыбалки чтобы если в случае чего не жалко было оторвать отцеп у меня с берега не помогает так эффективно как с лодки поэтому если зацеп то зацеп практически 80 случаях мертвый получается поэтому такие воблеры всегда должны быть в коробке которых не жалко также взял это копия на и мафлит сотку от компании цури ноя у меня есть оригинальный 120 он неплохо ловит вот сотки у меня нет решил взять вот именно из-за цвета понравился мне такой цвет интересный битое стекло розовая морда и оранжевая брюшка такое голубенькая спинка ну такой прикольный интересный цвет тоже преимущественно с берега буду его закидывать поэтому пускай будет так ну что друзья давайте переместимся к воблерам на ночного судака здесь я полный ноль как говорится здесь я полный ноль и поэтому сразу начал залазить на форумы и смотреть узнающих людей что к чему и не стал мудрить и купил такие более-менее самые проверенные модели по отзывам это у нас семейство крик джеков ночные судочатники наверное знают что крик джек у многих вот отзывов я читал у многих у многих крик джек лидер вот именно 58 размер я взял с пср и взял 98 тоже спср то есть разные такие цвета 98 в кислоте 58 такой в натурал очки я думаю если судак будет он как-то себя проявит на эти вот два воблер к и она я во всяком случае надеюсь на и идем дальше дальше у нас тоже небольшой размер это грэди гадз я взял в семьдесят седьмом размере с пср вот такая вот натурал очка такая вот под уклейку цвет прикольный мне нравится не знаю как судачку жена там магнитная система дальнего заброса здесь у него магнитная пластины и шар примагничивается у понту на это запатентованная технология которая работает как часы отличие от других производителей также я взял понтон 21 тоже воблер называется чики 80 fsr вот в таком вот цвете по отзывам тоже неплохо ловит и судака и окуня и щуку в общем всю всю нашу хищную рыбу посмотрим как проявит себя по ночному судаку дальше артиллерия у нас идет тоже из воблеров понтон 21 это два воблера называются они house 72f один у меня fsr заглубление с маленькой лопаткой а второй у меня fdr чтобы пробить горизонт поглубже тоже вот в таких двух разных цветах это здесь кислота который глубинник под поверхностной он как бы на то натуральный копия у меня на понту на от мистера чарльза с алиэкспресс она давно разловлена она классно ловит щуку и щуку такую приличного размера не шнурков вот и получилось у меня по хорошей цене вот за 350 рублей я урвал вот этот вот воблер воблер у человека как и чики в принципе тоже ну а глубинный уже подороже мне вышел там пятьсот девяносто по моему рублей ну они просто снят с производства поэтому сейчас ценники на них вообще какие-то неадекватные лутят скоро их просто не останется я поэтому решил взять дальше что я дальше приобрел он приобрел я всеми хваленый зон армину 110 от major craft конечно судака советуют 90 но 90 не было вот получилось у меня так взять у человека в таком прикольном цвете 110 размер вот ну я думаю если судак будет в районе полтора килограмма он его схватит прям не раздумывая хорошая фурнитура острая стоит но ценник конечно неадекватный если раньше когда они были в продаже они стоили по пятьсот тридцать рублей то сейчас тысячу рублей считается на них это очень такая хорошая цена некоторые там и за полторы пытаются продать но это не знаю ну мне кажется что этот воблер больше распиарен чем на самом деле он так ловит попробуем посмотрим нет ничего не поймает окажется следующем году на барахолке выставлю на продажу дальше приобрел я вот от беркинга вижу он вантен джуниор а слышал я тоже что у многих вот именно мегабас джуниор хорошо ловит ночного судака скоро ко мне приедет оригинальный маленько в другом цвете но копия тоже должна быть потому что ночной судак все-таки ловля с берега и как разведчика его можно будет засылать куда-нибудь ближе к коряжнику проверять так скажем дальше два вот таких вот красавца это копия на репрайзера этот от 65 а этот уже 75 это с алиэкспресс я уже сейчас название не помню там хреново выговоришь какая фирма но потом ссылки я вам вставлю под видео посмотрите ну такая это по отзывам уловистая тоже я на алиэкспрессе посмотрел отзывы люди на него ночного судака ловили кто-то ярко ней ловил ну такая форма я так понял вот вот такую форму любит ночной судак не знаю с чем связано вроде на малька не сильно не сильно похож таких пузатых мальков мало встретишь но чем-то вот 75 чем-то даже городе газ напоминает тоже такое толстая пузо будем смотреть пробовать и остаются два таких вобблера от компания от компании цуриное это копия на про полу x раб восьмерку у меня сотка есть в оригинале в нескольких цветах но восьмерку я что-то так подумал попробую к я копию будет копия если хорошо ловить куплю оригинал тоже вот восьмерку говорят иногда иногда ловит хорошо ночного судака именно посмотрим пока сказать нечего и от суриной еще один воблер это копия на осп осуру в девяносто втором размере такой цвет интересный как бы золото с такими полосками под укунька и оранжевая брюшка тоже я считаю цвет щучья классика вот у меня вот так ассоциируется вот этот цвет со щучьей классикой не знаю как этот цвет будет провоцировать судака но я думаю кого-то изловлю на этот воблерок течение сезона так с воблерами быстренько разобрались также хочу показать вам немножко с новинок резины заказал я от новой для себя фирмы супер континент называет не знаю все так начали рекламировать эту фирму и заказал я вот проверенную форму на копию на изи шайнера таких вот интересных цветах и на копию свинг импакта вот в двух таких цветах это фиолет таким темным и типа машинного масла тоже два проверенных цвета ну а изи шайнер вот тоже в таких классических цветах я считаю такие цвета у меня по щуке выстреливают вот новый цвет я взял резина в цвете арбуз не знаю вам видно на камеру нет там люстра освечивает может быть вот такие цвета фиолетовый какой-то натуральный также что я взял что я взял на этот сезон я взял расходничков это плетеночка я взял два ежика себе еги металл 1 08 у меня пойдет на лайтовый комплект 1 единичка это четырех жилки и варивас плетенка полторашка на один касте этот твичинговый комплект пойдет и 1 и 2 на второй твичинговый комплект отказался в этом году от китайских плетенок по какой причине может быть сниму потом отдельное видео я считаю что на китайскую плетню цены стали неадекватные то есть вот эти вот бобины ну не смотрите что тут вот 1350 написано ценник по 1000 рублей у меня вышла каждая плетенка и варивас также по 990 рублей каждая плетенка то есть если заказывать сейчас с алиэкспресса там не намного выйдет дешевле поэтому я отказался флюор карбоновые поводки взял 10 штук 35 сантиметров 0 5 миллиметров диаметр это я взял чисто на ночного судака все-таки по многим разговорам что ночной судак лучше флюор карбоновыми поводками клюет проверим не знаю я не верю в это если честно но будем смотреть экспериментировать эксперименты эксперименты еще раз эксперимент заказала такие струны на щуку с правильным с правильным ушком с правильным плетением косички которые не развязываются заказал я у человека тоже в 1 сам он крутит их получаются дешевле чем в магазине таких магазине нет у нас заказал прислал мне в подарок два таких тубуса заказала 30 штук 30 сантиметровых 10 штук 20 сантиметровых и 10 штук 15 сантиметровых для небольших углерков вот вот в принципе и все новинки мои друзья поэтому всем кому было интересно подписывайтесь на канал следите за тем как я буду разлавливать все вот эти вот новинки что у меня как получится по ночному судаку в этом году надеюсь будет интересно ну и все всем не хвоста ни чешуи всем пока и